Всем привет, с вами Евгений Погребишский. В этом видео я расскажу, как я сделал фоновый плейлист на Xbox. Так, бывает так, что мы, например, играем в какую-то игру на Xbox, и нам нужен фоновый плейлист. Для того, чтобы сделать фоновый плейлист, несколько нужно сделать, так сказать, манипуляции. Значит, начнем с того, что если вы знаете, какие хотите песни, меня интересует только именно тот способ, который именно с телефона, потому что у меня в основном песни на телефоне. Значит, если вы знаете конкретно какие песни, тогда как бы нет вопросов, вы все как бы можете уже сделать. Вам вот эти шаги, которые первые, которые я скажу, как бы не особо важны. Если вы просто не знаете, что вы хотите слушать, но хотите хорошую музыку, значит, вам что нужно сделать? В этом случае вам нужно будет скачать приложение, которое называется «Яндекс.Музыка». Значит, в чем суть? Когда мы заходим на «Яндекс.Музыка», это приложение, у него просят нас сделать подписку. Значит, я его использую без подписки, просто выбираю вверху, вот есть вот «Радио». Ну, выбираем жанр, который вам нравится. Например, я выбираю, как правило, «Поп-музыку». Ну, вы можете выбрать любое. Когда вы, допустим, вот сейчас покажу, выбираете, допустим, «Поп-музыку», вот здесь вот внизу вот есть вот, что началась песня, кто реально поет. Я ухожу как бы отсюда. И вот, допустим, перехожу... Во-первых, я могу смотреть, вот здесь я нажму, здесь я могу смотреть, кто конкретно поет, остановить. Вот это вот здесь я могу сделать громче, тише, но показывает, что у меня громкость на 65%. И, значит, что потом? Я, значит, иду в игру, в которую я хочу играть. Допустим, такая игра, как Need for Speed Unbound, там вообще как бы, ну, очень бы было полезно иметь плейлист какой-то свой, потому что, ну, просто вот реально неинтересно слушать их речи. И 90% этих речей, они как бы ни о чем. И только то, что необходимо. Как бы слушаешь, а по факту очень много, как бы, говорят ни о чем. И на английском языке. Я, допустим, их понимаю, но, как бы, я понимаю, что где-то, ну, может, не 90%, но 80% всего текста это лишнее. Просто лучше включить свою музыку и получать удовольствие от игры. Что мы делаем? Если по ходу игры, допустим, я, значит, сейчас играю, и мне, допустим, понравилась песня, нажимаю, значит, на вот этот значок свой, вот этот, короче, открывается меню. Здесь я выбираю сюда, Яндекс.Музыка. И вот у меня название этой песни, кто реально поет. Я беру, как я, как бы, делаю плейлист. Я беру, значит, в своем телефоне, в блокноте, как бы, записываю песню. Потом играю дальше. Записываю, записываю, записываю. Все песни, которые я записал. Потом, значит, вот это то, что я хотел уже показать, что было в начале. Мы идем в Microsoft Edge. Это фактически этот браузер нашей приставки. Речь сейчас идет только о Xbox. За Sony я еще пока не разбирался, как это делать. Речь идет о Xbox. Значит, на этом браузере, как бы, заходим на сайт, который называется, музлен.нет. Опять же, это не реклама. Просто на этом сайте я могу найти музыку, которая не русская. Потому что, если, допустим, это на английском языке песни, и певцы не русские, то, соответственно, очень трудно их найти. Там начинаются разные всякие авторские права. Короче, на этом сайте есть очень много хорошей музыки, иностранной. Значит, музлен.нет. Здесь, короче, вот здесь уже пишем с нашего блокнота, который в телефоне, все песни, которые мы хотим, их качаем на телефон, потом дальше, что нужно. Тут есть несколько всяких, ну, так сказать, решений, которые мы можем, как бы, решить. Я, допустим, использую... Есть два решения по факту. Можно использовать это с флешки, можно использовать это с Телеграма. Но суть заключается в чем? Очень важный нюанс. Если вас вообще не интересуют плейлисты, и вам просто надо фоновая музыка, вы можете оставаться на том этапе, который я показывал в Яндекс.Музыка, просто включать вот эту музыку, и она будет постоянно играть, но вы не сможете ее не сохранить, ничего сделать с ней не сможете, только послушать. Если вам захочется потом эту песню послушать, вы уже даже не... Если вы не запишете, вы даже не будете знать, как она называется. А мелодия у вас в голове будет такая играть, и вы не будете понимать, вообще, что это вообще... Ну, короче, я не люблю так. Поэтому, кто хочет плейлисты, тот слушает дальше, кто не хочет, остается в Яндекс.Музыке и слушает чисто как радио. Значит, что тут надо делать? Идем, значит, я где-то делаю через Телеграм. Для того, чтобы подключить Телеграм сюда, во-первых, вам нужно, чтобы у вас в Телеграме вам будет предложена... Там, короче, там будет конкретная инструкция, там зайти, там устройства, нюансы всякие. Короче, вот это будет ваш Телеграм. У меня, по факту, есть как бы еще один Телеграм. Вот у меня вот... Можно здесь увидеть. Евгений ПЛ. Это как бы... Ну, это я, Евгений, и ПЛ это планшет. У меня есть планшет, и я просто перекидываю, допустим, с планшета на телефон, с телефона на планшет, когда мне надо какую-то информацию. На чем мы делаем? Мы, значит, фактически... Я сейчас сюда захожу. И мы можем здесь увидеть, что вот появилась музыка. Это та музыка, которую я пересылал. Если я нажму, например, на какой-то из этих песен, допустим, это раньше была музыка, там всякая, могу выбрать как бы разные песни. Допустим, просто для примера. Опять же, я не буду ее включать здесь, как бы она будет, как бы видно, что она работает, но не будет звука, потому что у меня подключены специально наушники к моему джойстику. Короче, звука не будет. Ну, это не для звука, это как бы чтобы показать. Здесь вверху, здесь вот появилась такая полоса. Значит, если мы подойдем вот сюда, этим курсором, значит, мы вообще можем выбрать, на какой там этап песни мы хотим. Значит, если мы нажмем просто на название вот это курсором, у нас откроется вообще весь список песен, которые я вообще тут пересылал на этом ВКонтакте. Вот, например, выбираю эту песню. И вот она играет. Мы можем видеть здесь, что она играет сейчас. На каком она этапе, вот мы это видим по вот этому индикатору. Значит, теперь мы идем обратно в игру. И в игре уже реально, когда я играю, я уже могу, допустим, там важную какую-то информацию говорят, или я хочу остановить. Я нажимаю на вот этот значок Xbox. И потом я выбираю, значит, во-первых, у меня показывают, кто поет. Вот. Ирадия, фулми. Ну, песня называется. Короче, фулми. И я могу ее остановить, соответственно. Вот у меня здесь есть остановить. Я могу продолжить на следующую песню. И уже сейчас будет... Сейчас, момент. Ну, в общем, это, наверное, надо выставить. Я не знаю, почему он сейчас не переставляет. Переставляет. Ну, в принципе, можно попробовать сейчас. Еще раз. Play. Сейчас проверим, что есть музыка там или нет. А, она вообще не играет. Так. Она не играет. У нас нет синхронизации с телефоном. Минутку. Сейчас. Это все сделаем. В общем, я нашел тут эти песни, которые я скачал. Допустим, выбираем эту песню. А, я понял, что она не... Сейчас, сейчас, один момент. Потому что я... Секунду, нет. Секунду, секунду. Почему она не играет? А? А, может, у меня плохо вставлено? Давайте мы посмотрим. Не-не, вроде вставлено нормально. Вроде оно должно играть. А, оно, наверное, без звука. Может, тут? Сто процентов. Странно. В общем, я вышел с Телеграма. Зашел в него снова и начал работать. Значит, вот так вот оно играет. Мы сейчас остановим его временно. Идем в игру. Так. В игре, как бы, вот я играю. Остановил, допустим, я хочу узнать, кто поет. Допустим, Инна. Вот я могу ее включить. Она сейчас играет. Остановить. Другую композицию, допустим, вот дальше. Раз. И уже вот, glow. Потом еще раз. Еще раз вот. И назад. Так же само можем. В момент. И вот так вот можно, короче, слушать. И очень удобно. Если надо, раз, остановил. И, короче, у тебя уже, как бы, ну, ты останавливаешь, когда по ходу, как бы, необходимости. И таким образом слушаешь. И тебе не надо ничего. Как бы, просто телефон. У тебя он всегда под рукой. И в Телеграме через этот плейлист. Который, опять же, это не совсем плейлист. Это просто общий, как бы, плейлист. Но, опять же, можно это стереть. Потом опять переписать. Это, конечно, не очень удобно. Но, как вариант. И второй способ. Можно еще через флешку. Взять, подключить флешку. Но это неудобный для меня лично способ. Я сейчас покажу. Реально. Тут есть, как это вообще делается. Но я этот способ не люблю. Сразу говорю, мне этот способ не нравится. Который я сейчас покажу через флешку. Потому что надо, чтобы подключать ее каждый раз. Переписывать. Ну, в принципе, можно сделать. Но, в общем, надо тогда иметь такое приложение. Которое называется Media Player Windows. Вот это. Такое надо скачать. И в него, когда мы заходим. Тут у меня уже, как бы, отмечено. Но, по факту, как бы, у вас будет немножко иначе. Короче, тут не будет этого. Это, как бы, отмеченный, который я ставил, когда тут была флешка. Но, по сути, как бы, если такое открыть файл. И, короче, надо его искать. Ну, можно и так тоже. В общем, по сути, можно разобраться в нем. Как бы, как оно вообще должно. И что должно там быть. Ну, работать должно. И как оно должно быть. Но, по факту, мне не нравится этот способ. Можно через это приложение открыть файлы. Тут вот сбоку откроется там меню. Или как-то оно открывается. Я уже не помню. Можно, в принципе, попробовать нажать. На него. Уже не помню, как оно вообще тут. Да, вот открывается сбоку меню. Ну, сейчас у меня, соответственно, файлов не будет. Потому что тут файлов таких нет. Ну, открывается вот здесь сбоку. Можно видеть. Это, как бы, то, что у меня есть на самой консоли. Я не знаю, почему я с флешки сюда не смог переписать. Оно не хотело мне давать переписать. Я хотел переписать в папку музыка. Здесь папка непосредственно музыка. Но оно не дало мне сюда переписать. Короче, хороший способ, который я для себя решил, что он хороший, это через Telegram. Просто, значит, подытожим. Берем, заходим, значит, берем, заходим, значит, в приложение. Это, значит, музыка. Вот это Яндекс.Музыка. Там идем, значит, в радио. Выбираем вот здесь радио вверху. Потом поп. Ну, короче, слушаем музыку. Записываем себе в блокноте разные хиты, которые хотим. Набираем там какое-то количество, сколько мы считаем, достаточно. Каждый раз записываем, как они называются. Потом идем на сайт. Опять же, покажу сейчас сайт еще раз. Идем. Опять же, можно с любого сайта. Просто я вот в данный момент нашел на этом сайте всю музыку, которая мне нужна была. Она была на этом сайте. Поэтому я показываю именно его. Не потому, что это там какая-то реклама или... Просто вот хороший сайт. Реально могу порекомендовать на данный момент этого видео. Меня он, ну, этот сайт мне понравился. Но скачать на саму консоль, там были какие-то нюансы. Поэтому не знаю. Может и можно попробовать скачать на саму консоль. Или туда, как бы, через это приложение, чтобы медиаплеер включать. Не знаю. Я через телефон это сделал. По сути, идем на сайт. И с этого сайта уже там качаем информацию. Я это делал через телефон. Потом с телефона просто пересылаем эту информацию, например, на планшет. Через телеграм. И потом заходим в телеграм и просто слушаем уже. Это была инструкция от меня, Евгения Погребежского. Как я сделал плейлист на Xbox. Музыкальный плейлист, фоновый. До новых встреч. Используйте, получайте удовольствие. Меня зовут Евгений Погребежский. Встретимся в следующих видео. Встретимся в следующих видео.